Альберт. Сколько лет тебе? В этом году будет 15. 15? Это какой класс ты ходишь? Восьмой, а уже заканчиваю сейчас. Кем планируешь стать? Думал программистом. Почему? Нравится все с компьютерами связанное такое. Только ненадолго выезжали, вот это в 14-го, когда сильно уже начал это как соседи убил, как вот эти осколки долетели. Мама просто испугалась за жизнь меня, сестры и вы выехали отсюда на время. А соседа это где у вас? Да, вот там старца, это Андрей Вишницкий вроде бы его. Ты видишь? Меня не подпустили, сестра это видела. Ну да, сидели, это еще рано было до обстрела. Они каждый день стреляли в 9 вот так, с погрешностью в 5 минут. И получается в этот день ничего-то на час раньше начали. Мы сидели, пили чай, ничего не ожидали. Было еще, когда мы вот когда мы уезжали, когда мы уже вернулись сюда, как только мы приехали, нас сразу же встретили, так сказать, когда три прилета было в соседнем бараку, там вот и дальше. Когда мы только егли спать и сразу три прилета. 11 числа у нас уже тут было весело, очень. Ну, 11 апреля тут обстрелка, там 9 прилетов. Да, у нас тут попадание, мы не знали куда прятаться. С пол пятого утра до восьми утра мы не знали куда прятаться. Прилеты были жесткие. Ясно. На сегодня как у вас обстановка? Ну, утром там строялись, уже, так сказать, привыкли. Ясно. Хотел бы что-нибудь, ты сказать, своим ровесникам, которые сегодня живут на Украине и снимают всякого рода сюжеты. Москалит на ножи, вот, к примеру, там. Они не знают, что тут даже происходит. Они там говорят, не знают, что тут на самом деле. А как ты вот к ним относится? Как-то нейтрально. У каждого своя точка зрения. Ну, судить, не знают, что тут на самом деле происходит, как-то неправильно. Говорят, что мы какие-то не такие. Собычные люди. Какие они? Не знаю, но вот говорят, что мы какие-то, может, мы недолюди, что ли. Пускай думают, что хотят. Мы-то знаем правду, которые тут находятся. Ну, смотри, вот люди говорят, что, ну, а кому вы нужны? Вот, вы не признаны ее, да? Вот, республика ваша, никто не признал. Вот, как-то. Мы ее признали. Мы тут живем, мы все нормально. Ну, как, не учитывая, конечно, вот это что-то слышно. Вот, мечта у тебя есть? Чтобы вот это вот закончилось уже. Война эта. У вас в школе изучают украинский язык? Да, ну, не так часто, как до войны. Вот у нас украинский один раз в неделю. Один раз в неделю у вас? Да, это вторник первым уроком. Точнее, даже один раз украинский язык в две недели и один украинский литература в две недели. Через неделю получается? Да, точно. Литература язык или литература язык. А кого-нибудь за украинский язык здесь избивают? Ни раза не замечал. Все спокойно как-то. Вообще обращают ли дончане на украинский язык, если донизвертается украинскую мову? У нас сосед, вот, на соседнем доме он вообще разговаривает по-украински. Вообще полностью украинский знает. Ну, спокойно такие люди. Он не может по-русски говорить. И он по-украински, вот, живет с нами нормально. Они, позапрошлом году вообще три у них прилета было. У них окна с дверьми вообще повылетала. Это когда мы у него приехали, да? Когда нас встретили. А как вот ты относишься к украинскому языку, когда вот на уроках, да, вы его изучаете? Спокойно. Пытаюсь изучать, чтобы как-то новый язык пригодится как-то. Ну, как сказать, новый такой, получи его узнать, как-то пригодится может. Спокойно. То есть, нет у тебя никакого, то есть, язык к войне никакого отношения не имеет? Ну, remove. Т Plateau. Кстати! А яйти. Т options для его, из-за тайны, Продолжение следует...